Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Более полутора тысяч обращений граждан из 43 новых уголовных дела. Таковы результат работы Люберецкой полиции за минувшую неделю. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть 32 преступления, в том числе убийства, совершенные на территории Ухтомского отдела. На данный момент Следственный комитет проводит проверку. Также были задержаны несовершеннолетние, тоже один из них арестован с взрослыми, которые совершали грабежи и нападения на территорию второго города, Ухтомского отдела полиции первого города. Также Люберецкая полиция работала сложными сообщениями о заминировании зданий. Начальник местного МВД напомнил участникам совещания номер экстренной службы 112, по которому нужно незамедлительно звонить в таких ситуациях. После доклада Евгения Романцева о пожарной обстановке рассказал Павел Иванов. По его словам, на минувшей неделе на территории городского округа Люберцы произошел один пожар. В результате возгорания в квартире никто не пострадал. Также начальник гарнизона сообщил, что люберецкие спасатели помогали Одинцовским коллегам справляться с огнем в торговом центре «Синдика». Владимир Ружицкий в свою очередь отметил, что владельцев объектов, в которых выявят нарушения, ожидают предписания, а в дальнейшем и вовсе лишение лицензии. Он поручил курировать этот вопрос Кириллу Тимошкову и Юрию Григорьеву. В ближайшее время сотрудники администрации подготовят соответствующее постановление. «Эту работу надо провести в течение ближайших недель, максимум 10 дней, со структурами, которые курируют в области пожарной безопасности. Обязательно с УВД Анаши эту работу спланировать, график довести до владельцев и просто пройтись». Далее на еженедельном оперативном совещании выступил Александр Проваров. По его словам, все многоквартирные дома и социальные объекты городского округа подключены к отоплению. При возникновении завоздушивания системы заместитель главы Люберец призвал жителей обращаться в свою управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу ЖКХ. «За неделю единую диспетчерскую службу ЖКХ получило 4718 обращений. В основном все обращения были по центральному отоплению. Все заявки отрабатываются согласно нормативных сроков». Также Александр Проваров рассказал о том, что в рамках реализации программы «Доступная среда» в 110 подъездах многоквартирных домов появилась тактильная плитка. Отдельные условия для людей с ограниченными возможностями создают и дорожные службы городского округа. «В городском округе Люберце продолжаются мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. За этот период выполнена работа по понижению бортового камня и установке тактильной плитки на пешеходных переходах по улице Власова». По просьбе жителей, занижение бордюрного камня было также произведено на улице Попротимов-24. Обращение люберчан произвести ямочный ремонт на улице воинов-интернационалистов также не оставили без внимания. При этом жители городского округа просят завершить работы по организации навесов пешеходного перехода под Октябрьским проспектом, а также убрать несанкционированную свалку в СНТ «Мирный». Луиза Егязарян, Дмитрий Родянко, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова